Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Вчера в Телеграме я предупреждал о том, что сегодня, в среду 18 января 2023 года, выйдут очень важные данные насчет состояния экономики США. Эти данные обязательно должны были повлиять на биткоин. Речь идет о двух индексах. Индексе цен производителей и индексе розничных продаж. Итак, мы говорили, что если цифры окажутся позитивными, рынок отреагирует ростом. Что ж, полчаса назад эти цифры стали известны. Индекс цен производителей в США составил 6,2%. Прогноз был 6,8%, а предыдущее значение составило 7,4%. Как мы видим, факт оказался не только ниже предыдущего, но и ниже прогноза. Кроме этого, индекс розничных продаж оказался еще ниже ожиданий. Но что это значит? Это значит, что экономика США замедляется намного быстрее ожиданий. С одной стороны, это медвежий сигнал. Но медвежий сигнал только лишь для индекса доллара. Потому что чем быстрее замедляется экономика США, тем быстрее Федеральная резервная система должна будет свернуть свою политику. Или, по крайней мере, хотя бы приостановить рост ставок. Соответственно, это плохо для индекса доллара. Однако, хорошо для криптовалюты и биткоина. Но только лишь временно. Не забываем об этом. Только лишь временно. Далее, на недельном графике биткоина появился сигнал, который действительно можно назвать легендарным. Это первый такой сигнал с 2021 года. Но что же это за сигнал такой и что с ним делать? Давай разберемся. Посмотри сюда. Да, речь идет об этом синим красивом сигнале, который загорелся впервые за последние два года. Что же это за сигнал такой? Это хэш-риббанс, индикатор, который учитывает капитуляцию майнеров. Важно, что это недельный график. Ведь на недельном графике этот индикатор намного точнее, чем на дневном. Что же происходило, когда этот сигнал появлялся в прошлом? Давай разберем 2019 год. Огромный медвежий рынок, колоссальный коллапс цены биткоина. И длительное время после этого коллапса мы торговались на дне. Все прогнозировали, что цена обвалится еще больше. Когда цена биткоина была вот здесь, все смеялись, если бы им кто-то сказал, что она обвалится. Но когда она обвалилась, никто не верил, что она будет расти. Все ждали отметок еще ниже. Так и не дождались, кстати говоря. Заметь, когда мы торговались вот здесь, после массивного краха и изнурительного медвежьего рынка, появилась вот эта синяя жирная точка вот здесь. Это и был сигнал хэш-рибанс. Лукас Видро любезно собрал абсолютно все сигналы хэш-рибанс на недельном графике. Их оказалось 13 штук за всю историю биткоина. В 2011 году, спустя 15 дней после этого сигнала, биткоин вырос на 76%. В 2012 году, спустя 58 дней после сигнала, он вырос на 156%. В 2013 году, после этого сигнала, он вырос на 1195%, спустя 61 день после сигнала. В 2015 таких сигналов было 2, и биткоин вырос на 13,40% за 43,66 дней после сигнала хэш-рибанс соответственно. В 2019 и 2020 таких сигналов было еще 5. И рост после таких сигналов составлял от 13 до 250%, при этом после сигнала проходило от 36 до 133 дней. Как мы видим, сигнал покупки на недельном хэш-рибансе не означает моментального роста биткоина. Рост происходил несколько позже, поэтому после такого сигнала вполне могут быть краткосрочные падения. Это нас не должно удивить. Этот сигнал все же прекрасно себя отрабатывает на недельном графике, и лишь один раз из 13 оказался неверным. Прямо сейчас этот сигнал снова загорелся на графике биткоина, вот здесь. Конечно же, это не финансовый совет, но сигнал настолько легендарный, что не сказать о нем было бы неправильно. Но и впадать в безумное ФОМО не стоит. Напомню, что ситуация с Генезис в DCG G-mini еще не разрешена, а ее финал может повлиять на рынки. Так, к примеру, уже ходят слухи о том, что Генезис может подать заявление о банкротстве уже к концу этой недели. Кроме этого, есть еще одна тема, о которой стоит поговорить, и это государственный долг США. «Госдолг США достигнет потолка уже завтра, в четверг, 19 января 2023 года. Необходимо предпринимать шаги, чтобы избежать дефолта», заявляет министр финансов Джанет Йеллен. У меня сразу же возникает вопрос, а как они утвердили госбюджет на 2023, около месяца назад, если даже не учли того, что госдолг уже в начале года подбирается к потолку. Это во-первых. Во-вторых, сейчас все начнут кричать, что вот оно, дефолт США уже завтра. Что ж, такое в США происходит уже не впервые, и каждый раз в США просто поднимали потолок долго. Однако делали это так заторможенно, что тот же S&P 500 и фондовый рынок лихорадили от волатильности, и не успевали упасть даже на 50%. Так что дефолта мы не увидим, но увидим битву за то, сколько нужно будет тратить. Я думаю, что республиканцы будут выступать за значительные сокращения трат. Только в таком случае они согласятся поднять потолок долга США. Вот что должно произойти, как я думаю. Это создаст огромную волну волатильности по всем рынкам сразу. Фондовый рынок, как и в прошлый раз, может пережить коррекцию. Затем республиканцы и демократы придут к какому-нибудь соглашению и немного успокоят рынки. Собственно, это уже даже не мои догадки, ведь республиканцы заявляют, что не поддержат повышение потолка госдолга, если не получат каких-либо уступок. Так что министр финансов предупреждает, что эта тупиковая ситуация может нанести непоправимый вред экономике. Ну а республиканцы занимаются ничем иным, как шантажом ради достижения каких-то своих целей. И скорее всего демократам придется согласиться на компромисс, чтобы поднять потолок госдолга США снова и не допустить дефолта. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, если видео было интересным, не забудь поставить лайк, а также подпишись на канал, здесь мы каждый день говорим о самых важных событиях из мира криптовалюты и экономики. Увидимся в новых видео, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok